доброе доброе утро доброе утро понедельника как ваши дела сегодня расскажите устанавливаю чтобы у нас состояло ровно кто готов стартануть эту новую неделю с новых инсайтов из душевного утра добро пожаловать доброе доброе утро и добро пожаловать здесь звук теперь у нас получше я вижу у нас идут вопросы по марафонам мои дорогие я знаю сейчас очень много лет вопросов что не добавили или там не прошла оплата прям пишите пожалуйста да в директ у меня сейчас все мы смотрим вместе с моей помощницы мариной вот сегодня всех вас добавились кого-то еще не добавили сегодня всех добавим мы только сегодня стартуем вас равно сохранится поэтому не переживайте все кто у нас идут в марафон тони роббинсон обо всех о вас позаботимся вот и сегодня всех добавим так ну что мы дорогие а у нас сегодня с вами очень интересный гость у нас уже была попытка сделать с ним один эфир но к сожалению подвел интернет а так хотелось вы прям по расспрашивать про его крутые стратегии как делать так чтобы в семье была гармония и в бизнесе ладилось это наши дорогие гости у нас сегодня необычный это буквально вот свежий испеченный готовенький да вот только-только папа пятерых детей представляете пятерых детей это все что-то невероятное это сообщник одной из просто величайших наших российских девушек ольги валяева которая пишет написала просто огромнейшее количество книг специально для нас девушек о том как быть женственной как быть мамой как быть в гармонии с собой это ее муж и супруг и просто потрясающий человек с очень крутым чувством юмора путешественник они вместе своей такой немаленькой семьей уже объехали 82 страны я смотрю списка не постоянно выполняется поэтому мои дорогие прошу любите жаловать алексей валяев сейчас добавляем с вами договаривались максимально сердечки чтобы алексей почувствовал как у нас здесь хорошо прям ставьте в комментариях но самое главное готовьте ваши вопросы алексей привет 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 кажется в этот раз у нас даже хороший интернет в этот раз я буду без без обрываний это вот это повезло отлично замечательно алексей спасибо тебе огромное что ты с нами за то что к нам присоединился я честно даже не знаю только что говорила что мы постоянно в разъездах твое тоже мы сейчас на бали же да по моему или вы где-то сейчас путешествуете по моему я на бали отлично отлично народ на родине предыдущих двух детей а а другие детки в других местах были рождены один мэйд инсайберия визла мэйд фром сайберия сибири а двое других с культурной столицы а вот как интересно ну давайте наверно в первую очередь поздравим алексей кстати он буквально совсем недавно стал как-то это квадро или квадро квадро это предыдущая квадрокоптер квадрокоптер это 4 вот а это пенто а это пенто 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 отец пенто отец поздравляем тебя это вообще просто мне кажется в наши времена пять детей, это, конечно, вау. От всего сердца поздравляю. Это что-то между вау и... Там все в коробочке нормально. Скажите, круто. Мне кажется, пять детей, это вообще, во-первых, смелость. Во-вторых, это сила. А в-третьих, это точно всегда не скучно. Кто бы хотел большую семью? Мне кажется, вообще просто удивительно. Кто бы хотел, чтобы денег хватало на большую семью? Мне кажется, оно уже прикладывается. Мы, кстати, как раз зашли на эту тему и порасспрашиваем. В общем, смотрите, у меня какие были задумки. Кто бы хотел, чтобы денег было как на большую семью, а в принципе и двоих нормально. Это уже с этим... Какого? Оптимизация. Забыла слово, у меня иногда бывает по-русски выпадают слова, но ничего. В общем, это хитринка, хитринка такой вопрос. Ну что? Алексей, я про тебя начала рассказывать. Скажи, пожалуйста, нужно что-то еще про себя рассказать? В общем-то, я просто скажу, что перед вами сидит. В общем, Ольга пишет потрясающие книги, которые меняют реально жизни ну, наверное, сотен уже, тысяч, если не миллионов, девушек по всему миру, русскоговорящих. Я еще не знаю, на международный рынок вы выходите или нет. В общем, у меня... Поползаем. Потихоньку. Отлично, мне кажется, прям замечательная идея. Этого особенно зарубежному рынку, между прочим, не хватает. И у меня эти книги, между прочим, они у меня прям вот прикроватные. У меня такая полочка, да, у кровати. Я всегда читаю их на ночь глядя. Вот. И что, кстати, всем рекомендую, потому что, например, для меня, да, я сочетаю в себе и женственность, да, когда нужно быть такой прям музыкой для своего мужчины и самой себя успевать, да, заботиться и любить себя еще плюс мамой. Поэтому мне вот эти книжки, кстати, очень сильно помогают. В общем-то, а перед вами, может сказать, человек, который делает так, чтобы книги дошли вот таких людей, как до меня, до других. Причем дошли, я не знаю, в огромных-огромных количествах, по всему миру. Представляете, мне даже в Сингапур они приезжали. Так что вот такие чудеса. И все это вот этот скромный молодой человек. Ну, правда, отец пятерых детей. Вот, это он. Скажи, пожалуйста, что-то еще нужно про тебя сказать? Может быть, что-то я запамятовала и не упомянула? Умный говорила? Умный? Умный, красивый, но это же в самом начале. Красивый говорила, да? Так, чувством юмора говорила, да? Шикарное чувство юмора тоже прямо с самого начала упомянула. Кстати, я вам рекомендую, заходите на профиль Алексея. У него, кстати, особенно последний крутой пост. Ожидание и реальность. Прям заходите, тоже посмеетесь. Я прямо смеялась в голос, где у него там... Когда ты представляешь, как ты будешь такой крутой работать, там, да, по-моему, свой бизнес открывать, и как на самом деле? Вот, тоже можешь зайти посмеяться. У меня еще следующая фотка есть. Да, все представляют, что бизнес это там, ты там такой в белой рубашке. С часами такой. Пишишь куда-то такое, или там с кем-то договариваешься. Вот, а у меня там вторая фотка, она там разбивающая, пух и праха, это ожидание. Да. У меня еще есть одна, еще одно ожидание реальность. Я припас для следующих постов, где я представлял, что я вот буду путешествовать, я вот буду, короче, такой, иду с чемоданом по аэропорту, тоже там в галстике, в пиджаке, как бы черный чемодан, такой все. Вот, а реально, я с двумя тележками там, обвешенными детьми. Баулы, короче. Какой-то скотч наклеенный, потому что там что-то дырку, дырку сделали, где-то в аэропорту. В общем, очень весело. Слушай, Алексей, ну вот расскажи мне, пожалуйста, вот как ты вот реально успеваешь, потому что мы тебя еще знаем как очень крутого отца, да? Вот как ты еще успеваешь такой бизнес делать? Вот реально все-таки масштаб у вас уже огромный. Сейчас тебе спрашиваю тему, сейчас напишу. Мы с тобой, наверное, поговорим о жизни и о бизнесе, да? Давай. О жизни и о бизнесе. И о женщинах. И о женщинах, конечно. О жизни, женщинах и бизнесе. Сейчас напишу просто тему. Жизнь, женщины, надо что-то третье же пока не пойду. И в бизнесе. Ну ладно. Ну пусть бизнес будет, просто не на Ж, но на Б. Но тоже иногда бывает Ж. Бизнес иногда бывает Ж. Разговор будет про Жужоба. Жизнь, женщина, бизнес, Жужоба. Так, ну все, шутник, давай нам рассказывай, как быть крутым отцом. Как вот, мы знаем, как Оля часто тебя приводит в пример, да, говорит, как вот, как вообще, с кого брать пример. И еще и в бизнесе поспевать. Расскажи нам, пожалуйста. Ну, вряд ли я могу быть, претендовать на пост идеального отца и что-то такого прям возвышенного, потому что, ну, вряд ли. Ну, если Ольга Валяева говорит, ну, я своей жене доверяю, чумбы, да. А ты думаешь, почему она так говорит? Пиар, все пиар, наверное, что еще. Чтоб книги продавать. Что, непонятно, что ли? Ну, смотри, то есть для меня какой-то момент, когда там я успел поработать и так, и так, и с утра до ночи, и не видя сына, и не видя жену, и не понимая, куда я двигаюсь, то ли за деньгами, то ли за успешностью, то ли за популярностью, то ли за вопрос, ну, а что, как бы, что будет той ниточкой, за которую потянешь, и за ней потянутся все. Знаете, вот смотришь какой-то клубок, клубок после новогоднего серпантина, Катя, ты зависла, ты здесь? Я здесь, я здесь, я здесь, Алексей, я тебя слышу прекрасно, вижу. Супер. Что в этом серпантине будет, то с тем началом, за который ты потянешь, и он начнет распутываться, 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 потянет за собой другие вещи. Вот, и в какой-то момент понял, что важная история, это расставиться приоритетам жизни, а приоритеты жизни лучше расставлять от конца. На самом деле, мы такие мимолетные, я вот буквально позавчера смотрел книжку, недавно смотрел книжку с ребенком по поводу, о динозаврах, и посмотрел, что этот динозавр жил когда-то, этот тогда-то, а смотришь, блин, между ними разница несколько миллионов лет. А для нас это как будто вот, вот, а мы только говорим не о тысячах даже, не о миллионах, не о тысячах, а буквально о нескольких десятилетиях. Вот, поэтому если представить в конце хочешь, да, представить себя, вот лежишь ты на своем смертном адре, или, может быть, на твоем девяностолетии, или там, скольки-то летии собралась кучка людей каких-то, ну вот представить, что они там, кто это, кто это во-первых, кто эти люди, которые пришли, пришел ли туда, туда ваш начальник, который, с которым вы водку вместе пили сорок лет, сорок пять лет назад, или пришла, то ли туда, пришла ли туда, пришел ли ваш туда сосед, или пришли ли туда ваши дети, жена пришла, вторая жена пришла, третья, вот, и вообще, есть ли жена у вас там, есть ли у вас дети вообще, а внуки есть. И, в принципе, эта картинка явно говорит о многом. Вам сложно себя обмануть и представить кого-то, кого вы не хотели бы видеть. Начальник, да ну нафиг, он забудет о вас, когда, если он еще будет, вы уйдете на пенсию сразу же, через три дня вам. А может нет, а может нет, может вы будете работать в такой компании, в создадите такие отношения, все будут рыдать и у них будет отсутствовать смысл жизни, что вы уходите после того, как вы уходите с этой компании. Можно и создадить свою компанию, может быть вы будете рядышком с тем человеком, как супруга, который создает такую компанию, которая будет вот таким образом выглядеть. И тогда все становится более-менее понятно, когда вы выставляете вот эти вот иерархические вещи. И представляете, берете лестницу, по которой вам хочется карабкаться, и смотрите в стенках. На одной стенке написано, допустим, популярность. Вы приставляете к этой стенке и смотрите, что с этой стенки уже свалилось, ползло, 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 заползло наверх и параллельно летит куча народов. Сваливаются, разбиваются, жестко разбиваются. Не помню, как зовут? Ну, собственно, лидер группы Продиджи. Да, я поняла. Недавно ушел из жизни. Что человеку не хватало? Что человеку не хватало? Он был везде. Знаете, что там разные причины, но талант, реализация таланта была. Деньги полностью бешеные. Особенно в России. У него концерты сейчас отменяют по России. В принципе, мировое турне отменяют. Представляете, у человека, в принципе, не то чтобы там закат карьеры, а много было всего. Вот смотрите, то есть популярность, деньги, вес. Как Вы выглядите посмотрите на окружающих в в Инстаграме. Это все разлетается в пух и прах очень быстро. Вы можете набрать популярность, можете свалиться. Вы zweite снова набрать популярность. Вы можете заработать деньги, можете потерять деньги. Вы снова можете заработать Внешний вид. Некоторые были лет 45 лучше, чем в 25. Дети. Дети. Мне будет видеться более таким долгосрочным проектом. Это те точно, кто либо любить меня, обожать, и у нас будут с ними хорошие отношения, либо те, кто будет ненавидеть меня в конце жизни. Вопрос, хочется ли мне первое или второе? Это риторический вопрос, но если они у нас параллельно идут каким-то, знаете, они являются чем-то менее важным, чем что-то другое, работа, карьера, достижения. Поэтому, что главный проект в вашей жизни? Что главное, что менее второстепенное, что менее важное, что более второстепенное, что просыпется, знаете, вот есть большие камни, есть маленькие, а что просыпется сквозь все это. Отношения с супругой? Хотел бы ли я с ней, моей девчушкой лет 70, по Европе проехаться на мотоцикле? Да, конечно. Классно было бы. Надо, чтобы спина к этому моменту была, как бы еще работала. Вот. Хотел бы я, чтобы мой бизнес рос? Да, конечно, конечно. А хочется ли мне его делать каким? Зарабатывать деньги? Могу заработать разными способами, 100-200 тысяч, больше. Да, могу. Хочется ли мне сделать так, чтобы что-то оставить, какое-то наследие? Да. Обязательно ли я, чтобы на этом я мог много заработать? Не так обязательно, как более обязательно, чтобы это было очень важно, чтобы это было ценно для меня и для окружающих людей. Да. Хочется ли мне с командой работать как с теми, кто только исполняет мои цели и менять их, как перчатки? Не совсем. Хочется, чтобы помогали достигать цели? Да. Как перчатки? Нет. Поэтому лучше с ними строить отношения, создавать для них условия, чтобы они хотели работать с тобой постоянно. Вот. А все остальное уже следствие, на самом деле. Ох, Алексей, у меня прям ваши мурашки вообще. На самом деле, это вообще-то глубочайшее знание. То, что с нами делится Алексей, это вообще, мне кажется, еще и одна из сильнейших практик, которую можно сделать в своей жизни. И для меня еще, мне кажется, потрясающее то, что мы сейчас с вами наблюдаем, то, что мы это слышим даже не от женщины, представляете? Это женщины обычно, мне кажется, да, все-таки у нас там дети, там, да, мы делаем выбор больше в пользу семьи, детей. И то еще, кстати, не все. Не все женщины. А тут, кстати, мы слышим вот от мужчины. Давайте прям аплодисменты поставим Алексея за то, что, во-первых, вот он такой, а еще он этим реально вот так вот делится, открыто, вот как есть. И вот просто я прям хочу, знаете, зафиксировать эту практику, чтобы, может быть, просто вы еще раз ее прям подумали и сделали для себя. Вот вообще вот нам сложно принимать решение, вот этот выбор делать, когда у нас нет четко расставленных приоритетов. И Алексей очень крутую практику, как эти приоритеты расставить раз и навсегда в своей жизни, чтобы не гнаться за тем, что реально нас делает несчастными, то, что не дает нам вот того самого счастья. Иначе в чем смысл жизни-то получается, да, Алексей, для чего мы, собственно, живем? И он реально говорит, раскрутить от конца, да, вот в конце мы жизни, что в конце жизни реально становится все как-то более-менее понятно. Просто нам вначале кажется, что это вообще не так важно, а к концу жизни реально становится понятно, что для тебя вообще имеет смысл, что тебя наполняет. Здесь уж точно не обманешься, да, и вот если вы чувствуете, что это дети, это отношения там с твоим там близким мужем, женой, может быть, это компания, но которая, я не знаю, основана каких-то, я не знаю, этических принципов. То есть прям подумайте, чем бы вы хотели гордиться, с чем бы вы хотели бы уйти. Мы же все понимаем, что никто не возьмет там ни эти машины, ни дома, ничего этого с собой не возьмешь. А вот как ты проживешь эту жизнь и каким ты идешь, это вообще, мне кажется, одна из глубочайших практик, если ее сделать, ну вот реально прям погрузиться, то вообще можно как второе рождение, мне кажется, получить более осознанное и делать только то, что тебе приносит счастье. Дальше вот Алексей, видите, он раскручивает эту мысль, он показывает, как в каждодневной жизни можно, вот исходя из растальных приоритетов, принимать решения, да, что ты будешь выбирать для того, чтобы там где-то там пропиариться, там популярность там получить, или из глубокой миссии смысла. И это же тоже просто вообще удивительно. И, Алексей, спасибо, что так глубоко копнул. Это на самом деле еще и очень крутой инструмент, которому я прям каждому предлагаю здесь в эфире применять. Вот тема деток, напишите, у кого здесь есть детки, поставьте, пожалуйста, вот сколько у вас там, один, два, там, три, четыре, напишите, пожалуйста, прям на сколько. Ставьте число от одного до восьмидесяти. Сколько у вас деток? А кто хочет, поставьте, может быть, сердечки, кто хочет. И просто хочется очень, Алексей, спросить по поводу деток вообще что-то. Алексей понял, у тебя сейчас пять детей, что реально вот самое главное в воспитании, взращивании. Даже в воспитании как-то не поворачивает свой язык, хотя так, ну, я не знаю, как это еще называется. Чтобы, наоборот, их как бы не испортить, чтобы они выросли вот реально личностями, и чтобы они, ну, не знаю, раскрыли свой потенциал и нашли свое счастье. Что ты вообще самое главное понял? Вот кто, у кого нет пока деток, мне кажется, вам тоже будет полезно на будущее. Ну, я вижу, что тут у нас у всех один, два. Пятерых я пока еще не вижу ни у кого, кстати, Алексей. Тут у нас, мне кажется, один. Один с пятерымян. Те, у кого пять, им что меня слушают? Они параллельно в других эфирах рассказывают про свою жизнь. А шесть вообще не понимают, какие проблемы могут быть у папы пяти детей. Слушай, ну, наверное, вот слово воспитание, оно мне не такое страшное, оно хорошее. Там слово питание, да, оно из, корень питаться. Вот. То есть вопрос. Алексей, у нас появилась одна женщина, у которой пять детей, не поверишь, это твоя прекрасная супруга. Я так и знала, что здесь должен быть подвох, когда я увидела, что тоже пять. Олечка, спасибо большое, что заглянула к нам. Да, у нас дети совместные. Вот пишет, что тоже пять. Ну, конечно, пять. С этой женщиной у нас совместные дети. Привет, Ольга. Я, к сожалению, не вижу всех комментариев, хотя у меня подзавистая, не знаю, в чем прикол. Я тебе буду читать, не переживай. Попробую зайти, подожди, сейчас буквально, и не прерывать эфир, а буквально там. Ты главное, да, не пропадай, пожалуйста. Отмерло все. Ой, замечательно. Отлично. Буквально недавно шутка такая была по поводу арендованных детей у меня в Инстаграме. Зайдите в Инстаграм и посмотрите обязательно. Кстати, как вы ко мне перейти, то вот наверху можете посмотреть, вот тут наверху Алексей, нижнее подчеркивание, валяет. Вот, Кейт Мид Партнерс. Некоторые наши доброжелатели не верят, что у нас есть дочь, там, сыновья. Ну, как бы, ну, я эту шутку немного докрутил, я сказал, что это арендованные дети. Спрашивала у наших детей тоже арендованные или нет. А буквально недавно, то есть, ну, вчера же как раз, до меня дошло, что на самом деле, в принципе, можно ли сказать, что это ваши дети? Ну, вот, ваши дети, да, вот ваши. Если это ваши, то возьмите, сохраните их на всю жизнь с собой рядом, чтобы они были, как вы хотите. Ну, как вот я делаю, допустим, с этим телефоном. Это мой телефон, да, я беру его, что хочу с ним делаю, никто особо никаких не предъявляет претензий. Если вы думаете, что это ваши дети, то вы, как ребенок, теперь попробуйте, попробуйте пообщаться с вашим папой и мамой, если они будут, как будет расстроиться ваш разговор с вашим папой и мамой, если они будут, говорит, делать то, что я тебе скажу сейчас. Да, заканчивай сидеть в телефоне, иди занимайся вот этим. Вот, и мысль такая, что на самом деле нам их, нам их каким-то образом сверху дают, да, и это больше похоже не на ноутбук, там, стакан и наушники, и автомобиль, а больше похоже на семечку, семечку, которую вот нам дали, мы где-то купили ее, семечку эту, семечку подсолнуха, не знаю, чего там еще, яблочного дерева, начали, посадили в воду, там, она начала мухать, мы посадили ее в землю, мы ее питаем, хвост, мы ее питаем, напитываем, помогаем ей расти, но она растет не благодаря нам, мы ей помогаем, да, то есть, но она не растет не благодаря нам. Если думаете, что она растет только благодаря вам, возьмите, сделайте такую семечку из подручных материалов. Даже маленькую семечку не получится сделать. Что уж говорить о таких товарищах, как дети, которые, в принципе, нам даны, и наша задача их взрастить, помочь реализовать то, что было предначертано им чуть раньше. Вот, то есть, в принципе, главное, понимание мысли таково, таково. То есть, в принципе, получается, все-таки аренда. То есть, они нам даны на какое-то время, получается, чтобы мы их взрастили, чтобы мы их, там, я не знаю, никак, вот, я не знаю, не испортили, там, не навредили этому росту, развитию своими, там, я не знаю, там, правилами, своими какими-то ограничивающими убеждениями. Ты даже недавно читала где-то, что мы взращиваем детей не для себя, мы взращиваем детей для других людей. То есть, да, они же с нами очень короткое время, там, да, во сколько они уходят? Ну, все по-разному, там, 15, 16, 18 лет. Я имею в виду, уходят в свою уж такую независимую жизнь, когда ты для них уже не авторитет. И что ты, по сути, как бы, взращиваешь их для общества, да? Тебе нужно сделать так, чтобы они могли нести цену этому обществу, этому миру, чтобы они были хорошими людьми, да, счастливыми. И в этом случае, мне кажется, очень похоже на аренду. Ну, я здесь немножко, так, может быть, кого-то это покоробит. Я их взращиваю больше для того, кто мне их дал. Вот, мироздание, Бог, вот эти слова для меня более какие-то такие, на самом деле, осязаемые. Вот, и предназначение, я уже говорил, да, слово предназначение. Предназначение – это что-то до, на, что-то сверху, значение имеет важность. Это что-то, что было дано до и сверху, что имеет важность, более важность, вот. Нужно понять, собственно, разгадать замысел Божий и предназначение вот этих вот маленьких, пока что комочков, которые писаются, какаются, и у них, вот. А потом дать помочь им найти какие-то вещи, которые не помешают насады. То есть, в принципе, не помешает тому, что ничего не предначально. Алексей, у меня как будто бы немножко звук пропал. Чуть-чуть он стал такой, не такой сильный. Можно себе проверить наушники. Слушай, Алексей, спасибо тебе огромное. На самом деле, это удивительно, насколько, мне кажется, каждый вопрос его прям действительно очень глубоко и так, на самом деле, душевно раскрываешь. Спасибо тебе огромное. Вот скажи, пожалуйста, вот по поводу женщин. Так, самое интересное. Давайте немножко оживимся, давайте оживимся. Да, рядом с тобой... Пойдет энергия. Рядом с тобой действительно, мне кажется, одна из выдающихся женщин вообще нашего поколения, которая мало того, что сама является вдохновляющим примером, она еще вдохновляет огромное количество женщин по всему миру. Вот какой нужно быть женщиной? Девочки, кому интересно, поддержите меня, плюсики или нет, плюсики, давайте сердечки поставьте. Вот какой нужно быть женщиной, да, вот что нужно делать, может быть, что не делать, чтобы вокруг, чтобы рядом с тобой был вот такой вот сильная опора, плечо, такой сильный мужчина. Девочки, кому отзывается, вы прям посердечите, поставьте сердечки, чтобы Алексей нам рассказал. Смотри, здесь вопрос, наверное, не в кассу. Наверное, как нужно быть таким мужчиной, чтобы быть, была такая женщина? Я могу ответить только на этот вопрос, на входу. Ну, давай, можно и так, но еще прям очень интересно, что ты думаешь, что тебя сделала таким, что вот Ольга, да, может быть, какой она вклад внесла в тебя, что ты стал вот таким, какой ты есть? Ну, хорошо, смотри, такой простой... Можешь поставить проще, если сложно. Что тебя вдохновляет, Ольга? Смотри, давай я немножко в другую... Так же, но простым примером отвечу на этот вопрос. Есть простой пример. Вы едете с супругом на машине. И вот вы ему говорите, у вас либо карта в руках, либо, в принципе, понимание, что, ну, понимаете местность, что, вы говорите, дорогой, надо будет через 3 километра свернуть направо. А он говорит, ну, нет, не нужно направо. Вот. Он говорит, надо, надо направо свернуть. И вот проезжаете вы дальше, и нужно будет... Там нужно было, где свернуть, он не свернул. Из этого получился крюк 20 километров. И вот расстояние, не первые секунды, можно сказать, после того, как он не свернул, отличают женщин прямо противоположно друг от друга, очень сильно. Некоторые говорят, я же тебе говорила, а вторые молчат. И это простая практическая вещь, которая в первом случае, она разрушает отношения и разрушает желание мужчины создавать и ошибаться. Потому что это вопрос ошибок, как бы, если тебе, если у тебя дома на твои ошибки указывают, постоянно происходит, ну, вот ситуация, как бы, вот, то, что, то, что происходит. Мужчина боится ошибаться. Ладно бы он умел это раньше делать, а в большинстве своем мы все-таки... Мы, кстати, русскоговорящие, живем в очень конкурентной среде. Прям конкурентной. Еще одна есть конкурентная среда, очень конкурентная. Это американская среда. То есть я говорю о том, что, как бы, это прям очень чувствуется. Прям соревновательность, там, достигаторство. Слышно? Вот немножко сейчас потише стало. Потише слышно, да? Вот, видимо, у меня уже сели наушники, во-первых, во-вторых, во-вторых, во-вторых. В общем, сейчас попробую просто. В общем, соревновательность такая, что мужчина хочет дома, в большинстве своем, отдохнуть и набраться энергии и сил. Вот. А если ему приходится еще доказывать какие-то вещи и прямо бороться за право быть правым, то, ну, это очень сложно. Это вот одна из таких вещей, которая называется вера. Вера. Вера в своего мужчину. Вот. Если она есть у вас, вы можете многому преуспеть. Что такое вера? Вера это когда у вас, ну, давайте на своем примере. Вера это когда, допустим, у вас долг минус 900 тысяч. Вот. И вам нужно отдать свою квартиру за качество долга. Вера это когда вы переехали, отдали квартиру за долги, переехали, продали ее, переехали в съемное жилье, пока не совсем понятно, что делать. Это вот вера. Вера это когда вы переезжаете в город Санкт-Петербург, но у вас с толком там нет работы, есть какой-то перспективный, есть перспективный проект, но это тоже вера. Вера это когда вы говорите, договоритесь вместе, давай объедем 45 стран за год и вы пытаетесь это сделать. Слушай, Алексей, спасибо тебе огромное. Она говорит, она говорит, а давай пятого. Значит верит, значит верит, что с этим вот, с этим можно еще попробовать следующего. Слушай, Алексей, спасибо тебе огромное за такие очень крутые примеры, потому что, знаешь, вот во многих книжках там, во многих там практиках говорят, ну там чего с мужчиной, ну ты там в него верь. Катя, я тебя так плохо слышу, погоди секундочку. Мои дорогие, а кому меня тоже плохо слышно, поставьте, пожалуйста, сейчас попробую что-нибудь. У меня там немножко ремонт, я прям специально перешла, чтобы было все равно. Катя, погоди секунду, у меня тут что-то это не хочет, звук плохо слышно. Хорошо. Мои дорогие, меня просто к вам тогда, знаете, к вам у меня вопрос. Вот кто сейчас прочувствовал, что такое вера? Вот прям прочувствовал и понял. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Да, кто прям прочувствовал? Потому что, вот мне кажется, знаете, во многих там, мы тренингах там, для женщин, я знаю, очень много. Что нужно делать с мужчиной? Вот ты там в него верь, там, ты прям вот знаешь, там, ты должна быть такой, там, да, не давать там своему мужчине сомневаться. А вот на таком простом примере, да, вот который нам привел Алексей, где вот просто там поворот там, да, и ты готова уже такая, ну ты прям, блин, просто сама себе подумала вот в этой ситуации, особенно когда куда-то опаздываешь, там, да, там, куда-нибудь спешишь. Все-таки какая-то должна быть действительно натренированная мудрость, что даже в таких ситуациях ты можешь просто довериться и подумаешь, что, наверное, вот так оно лучше, да, и я буду здесь мудрее. И даже если муж там где-то, ну реально вот совершил ошибку, я лучше промолчу, потому что мне дороже наши добрые отношения. Вот, кому прям это звалось, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мне кажется, знаете, Алексей, он реально такой мастер объяснять непростые вещи, ну таких простых вещах, на таких простых примерах. Ну да, говорят, это у меня талант. Это у тебя точно талант, я могу прям тебе точно сказать. Алексей, мне бы хотелось, наверное, на парочку взять вопросов из чата, потому что у нас остается сейчас 20 минут, вот, кто бы еще, что бы хотел узнать, Алексей, потому что у меня к нему, на самом деле, есть много вопросов, но мне хотелось бы это максимально сделать интерактивно и взять, может быть, у кого-то, может, сложная ситуация есть, сейчас уникальнейшая возможность спросить у мужчины, который весьма преуспел и в бизнесе, и в отношениях, и узнать такую, может быть, мужскую позицию на самые разные вопросы. мне очень понравился комментарий, что мы все путаем успокоительные и противозачаточные, именно все поэтому. Что мы путаем? Успокоительные и противозачаточные, поэтому 5 детей. Ну, только шут. Именно поэтому. Дорогая, где тут противозачаточные? Да там, где-то на полке были. Точнее, где здесь? Где здесь у тебя? Поэтому 5. Ну, давайте, в чем? Да, я просто жду вопросов, мне хочется еще, может быть, если кто-то есть у нас в чате, чтобы прям максимально может быть, кто-то есть, есть какой-то актуальный вопрос. У меня просто вот есть такой вопрос, знаешь, вот, Алексей, когда, может быть, какие-то сложные времена, я не знаю, какие-то, может быть, испытания жизненные, может быть, какая-то ссора наступила, вот, как быть в такой ситуации? Здесь прервалось, когда наступила ссора, что быть, что делать, как быть? Вот какая-то сложная, например, ситуация в семье, да, может быть, какая-то ссора, вот, как у вас, может быть, с Ольгой работать, либо то, что ты по своему опыту понял, вот, что будет, что такое, вот, как быть, когда в какой-то, вот, прям сложной ситуации в отношениях? бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, здесь такой парадокс, что мужчине чаще всего лучше остаться одному и подумать, ну, хочется остаться одному и подумать, а женщине хочется, иди сюда, я еще не все тебе сказала, Какого хрена ты здесь спишь? Это как бы такой парадокс. Девочки, кто себя узнает? Ставьте, пожалуйста, плюсики, мне кажется, это очень... Нет, ты давай, мы с тобой пообщаемся. Ты что там заснул? Я сейчас... Нет, давай. Поэтому, если вы понимаете особенности друг друга, и есть возможность у вас как-то пройти хотя бы вот эту ситуацию, и потом вернуться к ней, как-то пройти через нее. Потому что, ну, то есть вопрос, что такое конфликт? Конфликт, это когда у вас, когда вы на одной высоте сталкиваетесь, вот, на одной высоте сталкиваетесь, ну, то есть когда сталкиваются самолеты. Самолет не может столкнуться, даже если разница между высотами 30 метров. Он может лететь в той же самой плоскости, он может лететь так же, он может лететь параллельно, но если, ну, чтобы столкнуться, нужно точное пересечение в одной точке. Вот, поэтому вы, в принципе, так же... Что такое конфликт? Конфликт, это вот это место. Вопрос, что это за пространство. Если это бизнес, то нужно смотреть, кто главный в этом бизнесе все-таки. Да, кто является основным, как бы, постановщиком целей. Вот. Какие-то моменты мне приходилось убеждать супругу, что не стоит лезть во многие места. Иногда жестко отстаивая ситуацию экспозиции. В какие-то моменты она... Через какое-то время она понимала, что там... Да. В какие-то моменты я затыкался и понимал, что не надо мне лезть там, не знаю, выбирая вот эту занавеску или штор, или все, что должно быть такого цвета. Дошло бы оно лесом. Потом думал я. Тогда я думал, ох, хрена, это же... Потом тоже мимо этой занавески ходить. Да нафиг. Это не мое пространство. Не мое пространство. Я не должен здесь прямо лезть, погружаясь по самые помидоры. Нет. Отношения с родителями. Для меня стало в определенный момент важно, что моя новая семья – это моя семья, а там это мои родители. Это как бы другая история уже. Вот. Приоритетная история. Вообще, в принципе, в плане системном, системном по иерархии. Вы, в качестве... Рассматривая со стороны иерархии, да, новая семья, молодая, она имеет приоритет перед уже той взрослой. Мы с уважением туда смотрим, но развиваем эту. Потому что если мы будем смотреть всегда назад, то течение жизни прекратится. Правильно? Это логично. Если мы будем отдавать энергию назад, то вот так вот. И, в принципе, зная такие системные вещи, как бы приоритет, важность, ну и понимая, что как бы цель вашу, да, вашу цель, что более важное. Хотел бы я с этим все-таки человеком, чтобы он пришел ко мне на похороны, да, а готов ли я с ним разводиться сейчас? Нет. Значит, что? Надо что-то делать. Надо что-то делать, как минимум, иногда помолчать, иногда заткнуться, иногда сказать, слушай, я сейчас взорвусь, можно я пойду погуляю? Все, все. Или, ну, то есть, как-то понимать свои эмоции, или хотя бы промолчать, когда она говорит, вот я тебе говорила, вот это. И она отходит, и ты отходишь, и она отходит, температура снижается, и оказывается, что значительно проще, все можно решить по-другому. И цели, знаете, как тоже, вопрос тоже еще совместного полета в одной точке каких-то целей, конфликтов, вам, что вам более важно, что ваш муж станет миллионером, там, через три года или через четыре? Настолько ли вам это важно? Готовы ли вы его долбить? А если он станет не миллионером, а будет зарабатывать 800 тысяч через пять лет? Вот. Есть такие вещи, как бы. Алексей, спасибо большое. Для кого это было прям полезно, поставьте сердечки, это на самом деле, знаете, прям сразу, можно сказать, техники, да, Алексей дает. Вот реально, когда хочется там все бурлить внутри, там эмоции, может, начинать бить через край, он показывает, прям, он реально показывает упражнение, да, просто дышим. Ну, это на самом деле с двух сторон, неважно, там, мужчина, женщина, да, вообще эмоции, вещь такая, лучше реально подышать, да, и просто вот ты. Собака, 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 прогулка с собакой, хорошая вещь. Я пошел с собакой, я говорю, я пошел с собакой, она говорит, иди с собакой, подыши там, я говорю. Ну, так все, подачи, иди подыши, тебе поможет. Даже если у вас нет собаки, все равно выходите, какую-нибудь собаку на улице найдете, там, понимаете, погулять с кем-нибудь. Главное, действительно, может, какое-то дать это время, выпустить эмоции, но, может, все равно все люди, мне кажется, как не занимайся духовными практиками, все равно жизнь такая, какая, что-то у тебя там затронулось, и когда вот эти на эмоциях, да, можно много чего друг другу там наговорить. Мне кажется, женщины, мы в этом реально профессионалы. Мы знаем, как за то самое, я не знаю, там, волевое подцепить, о чем, мне кажется, очень часто жалеем. Но, знаете, все равно то, что сказано, даже все равно, когда уже извинишься, все равно это остается, и, ну, не так легко там, да, это потом выкорчевать. А потом, мне кажется, мы, женщины, удивляемся, а почему-то мой мужчина там, да, лежит и не может ничего там сделать, или там не может перейти на новый уровень, или что-то еще. Так, а если вспомнить реально то, что мы ему там наговариваем, там, вот этих, может быть, эмоций, когда мы вообще не имеем это в виду, но почему-то так у нас выскакивает, что это, конечно же, мне кажется, все оставляет большой след. Да, есть статистика, что разводов больше между людьми, у которых есть высшее образование. И одна из причин, что они более искусно подбирают, тонко подбирают гадости друг к другу, более глубоко копают, чтобы потом воспользоваться слабостями и укольнуть. Будьте, будьте тупее слегка в отношениях. Мне надо придумывать, да, все те вещи, которые, да, и не нужно говорить те вещи, которые потом будешь жалеть. Где что можно привести там, да, особенно мы там, женщины, любим связать все несвязуемое, друг с другом приплести и вытащить такой козырь, а вот там еще там что-то. Поэтому, дорогие, я вижу, там уже все говорят, мне нужна собака, я думаю, собака там, да, любой другой повод, чтобы выйти, перевести дух. В аренду во время конфликтов, да? Соседом там договориться, может быть, у кого есть. Сосед будет всегда рад, потому что с собакой там пойдет погулять. Ваша гуляла? Нет, гуляла еще погуляет, давай сюда ее. Супер. Алексей, спасибо тебе огромное за такие очень классные семейные практики. Я знаю, что ты сам еще очень много инвестируешь в свое развитие. И ты вот даже ездишь там, да, с Тони Робинсом мы с тобой прошли через огромное количество семинаров. Вообще-то это где мы с Алексеем познакомились на одном из семинаров с Тони Робинсом. Вот можешь рассказать, вот в чем вообще важность развития для мужчины в отношениях? Может быть, для пары в отношениях? Какое здесь семейство? Я вижу, что кто-то спрашивает про страсть в отношениях. Развитие. Насколько это важно, развитие обоих партнеров в отношениях? Да, знаешь, как, вот слово, когда речь идет о развитии обоих партнеров в отношениях, если со стороны женщин, ну это не касается тебя, я думаю, в большинстве своем это касается, это можно перевести так, что когда это диванное пятно начнет развиваться, жопой двигать, да? То есть не про тебя вообще, такой паттерн есть. Поэтому я всегда склонен к тому, что, в принципе, развитие себя, оно более важное. Если сейчас вы как женщины слушаете, то вас как женщины, если мужчины слушают, то вас как мужчины. И это не касается, это не касается вообще того партнера, который у вас есть. Ваше, в принципе, мир, он проявление того, той, какая вы сейчас есть. С вами рядом такой партнер, который, вот, можно сказать, вы выбрали. Каждый в государстве заслуживает то правительство, которое, каждый имеет то правительство, которое его имеет. Если это перефразировать, вы же понимаете, что на самом деле семья – это маленькое сообщество. То есть есть разные формы организации. Форма организации большая в виде государства, есть, там, азиатское пространство, да, огромные такие вещи. Есть Дальний Восток, есть города, есть области, есть города, районы, микрорайоны. А есть очень маленькая форма самоорганизации, которая называется «семья». То есть и люди, в принципе, пока что считают, что это одна из самых выгодных форм самоорганизации. Да, то есть пробовали жить разнопольные. Не получается у детей как-то вот воспроизводить ее потомство. Или втроем, может быть, пробовали. Конфликтов много. Племенами пробовали. Ну, какого хрена этот 80-летний мужик должен всех женщин себе забирать? То есть не очень эффективно. Считали, что вот такая форма. И в такой форме самоорганизации, если каждый выбирает примерно того напарника, которого достоин. Если вы такая вся ходите на тренинге, развиваетесь, а он не развивается, то и вам кажется, что можно было бы с ним развестись, то эта мысль очень грустная, очень опасная. Потому что вы не развиваетесь, вы развиваетесь свое ложное эго. Точнее, вы развиваетесь, может быть, в том числе в маркетинге, в отношениях в том числе. Но в самом главном вы не развиваетесь. В отношениях. Если говорить о развитии, то в нашем проекте очень много историй. И когда женщина меняется, все меняется вокруг нее сразу же. Автоматически. Не может не меняться. Просто потому, что мы все взаимосвязаны. Это закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Сила притяжения существует. Мы так давим на землю, с той же самой силой, как земля давит на нас. Земля притягивает нас с той же самой силой, как мы притягиваем ее. Знаете, что вы тоже притягиваете землю? Да? Просто для нее это влияние ничтожно мало. Но если представить два тела, мужчина и женщина, то, в принципе, влияние друг на друга очень огромное. Особенно женщины, у которой психическая сила в разы больше, чем у мужчины. Не верите? Кто может мозг быстрее вынести мужчине? Вы или другой мужчина? Девочки, кому отзываются, ставьте, пожалуйста, плюсики. Это, на самом деле, я просто сижу, я просто поражаюсь, на самом деле, Алексей, как тебе на такие вопросы удается прям копнуть до самой глубины. Потому что, я думаю, многие девушки в какой-то момент задаются таким вопросом. А как сделать так? Я, кстати, знаю, что очень много разводов именно по такой причине, когда девушка в отношениях начинает развиваться, там женщина. Но развивается настолько, что забывает, упускает, да, что, получается, для нас это реально самое главное, вообще, наше развитие. Это где? В отношениях. Мы, получается, бежим, как будто бы из отношений, где у нас там, получается, большой потенциал счастья. Мы бежим куда-то для того, чтобы почувствовать себя какой-то там важный, там, типа, я там знаю, там, как работать там с этим, с этим. Приходим такие, да, там, мужьям. Я теперь поняла, что там тебя ограничивает, что там у тебя там в голове тебе не поменяет, не дает там совершить там свой прорыв. И такая, вот как-то пошли на этом фоне там конфликты, вместо того, чтобы там, да, самой начать себя менять, даже при тех условиях, может быть, сложнейших, там, да, какие-то там запущенные отношения, начать себя менять, мы получаем уверенность в каком-то новом, там, да, деле, которое мы только что изучили, начинаем этим там гнобить своего мужчины. Конечно же, потом неудивительно, когда вот эти происходят разводы, расставания. Девочки, кто вот сейчас прям для себя реально нашел исчерпывающий ответ на вопрос, как вот, мне постоянно пишут, как мотивировать мужчину, чтобы он с тобой развивался, как мотивировать мужчину на рост, как мотивировать мужчину там больше зарабатывать. Кто нашел для себя раз и навсегда прям ответ на этот вопрос, прям поставьте плюсики, это, мне кажется, уже может очень круто вообще изменить жизнь. Вот, поставьте, пожалуйста. Практика ромашковый чай, знаете? Вот сейчас у меня ромашковый чай. Так, что за практика ромашковый чай? Я думаю, здесь не только ромашка подойдет, Алексей. Она не очень для эфира будет, но называется иногда лучше. Меньше говорить. Очень круто. Кстати, мы буквально недавно тоже откуда-то приходила вот эта проводка. Реально, это очень круто вообще. Вода живет еще очень, мне кажется, крутой проводник. Да, и мы тоже недавно рассуждали, говорили о том, что реально зато еще и хорошо, у тебя будет много воды в организме, да? Ты пока будешь пить там, да, вот так вот держать воду во рту, то получается ты еще и организму хорошо делаешь. В общем, плюсы везде. Поэтому действительно, вот вам еще раз напоминание о том, чтобы вода спасать в самых разных ситуациях. Ну что, мои дорогие, я знаю, что тут жалуются у нас, что Катя берет мало вопросов из эфира. Давайте прям какой-нибудь вопросик возьмем. Вот кого прям, кто еще не нашел, может быть, ответ на свой вопрос, напишите какой-нибудь, мы прям сейчас возьмем из чата, а то говорят, что Катя сама тут задает вопросы. Катя захватила пространство. Никого не слушает, захватила пространство, да. Поэтому напишите, вот прям у кого еще такой прям наболевший, может быть, и мы же с Алексеем попросим ответить, разобрать что-нибудь. Мне кажется, мы уже многого коснулись, может быть, как раз был какой-то вопрос, а уже нашли свой ответ. Так тоже у нас часто происходит. Алексей, от тебя пока прошу подумать, я прям тебя в конце спрошу какую-нибудь практику дать каждому из нас, кто сегодня на эфире, какую-то практику, которую можно сделать прямо вот сразу же после эфира, чтобы не откладывать долго, может, практику для отношений. Вот прям в конце подумай, потом тебя... Вот вопрос интересный поступил у нас от Даши. Я не знаю, насколько он будет актуально для всех, но он был первый. А как вести себя, когда мой мужчина флиртует с другими женщинами при мне? Говорите. Сейчас слышно? Да, слышно. Откручиваюсь, да? Говорите о своих чувствах. Ну, представьте, что вы живете в отношениях. Вы живете в отношениях. Ну, по-простому. А рядом с вами несчастный человек. И вот ему хуже и хуже от того, что вы что-то делаете. А он такой молчит, и как бы вы не знаете, что ему хуже. А в какой-то момент он взрывается и говорит, пошел нахер, я пошла, я пошла, ухожу от тебя. По аналогии, мужчина, может, не знает об этом. Или он не знает, что это для вас болезненно. Так болезненно. Может быть, вы улыбаетесь ему, но эта улыбка, знаете, такая... Сквозь слезы. Объяснить ему, сказать, что дорогой, для меня это очень... Я ревнивая. Или я не потерплю рядом с собой того, чтобы ты там флиртовал заедину. И объяснить ему это, то есть, лучше не в тот момент, потому что, по словам говоря, разгар...